МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. И сегодня мы расскажем. Главный критерий успешной сдачи ЦТ – знание, а не хитрость. В госконтроле состоялось заседание, посвященное старту вступительной кампании. Платные прогулки. За нарушение запрета на посещение лесов в Гродненской области уже штрафовано 18 человек. Отличная молодежь. В областном центре состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей выпускникам гродненских школ. Борьба за кубок и битва за жизнь. Как Гродненская детско-юношеская теннисная школа помогает подопечным детского хосписа решить жизненно важные задачи. В Гродно открылась выставка работ участников 9-го художественного пленера. Уже во вторник, 12 июня, первые абитуриенты приступят к сдаче вступительных испытаний. Начинается все всегда традиционно с тестов по белорусскому языку. К слову, в этом году зарегистрированных для прохождения ЦТ на одну тысячу меньше. Специалисты связывают это с тем, что буквально в прошлом году было введено новое правило. Сертификаты о прохождении тестирования действительны два года, а также с сокращением набора на заочные формы обучения по ряду специальностей. Вообще же ЦТ – серьезное испытание и не только для абитуриентов, но и для тех, кто готовит его и наблюдает за полным исполнением законности вступительных экзаменов. Как и в предыдущие годы, за этим будет следить комитет госконтроля Гродненской области. В понедельник состоялось заседание областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 2018 году. Как и всегда, контроль за абитуриентами будет самым строгим. К слову, в прошлом году в Гродненской области трое абитуриентов из-за того, что пронесли в аудиторию мобильные телефоны, с экзамена были удалены и к остальным испытаниям не допущены. Госконтроль напоминает, за попытку списать или сжульничать на самом главном экзамене придется слишком дорого заплатить. Прогресс не стоит на месте, поэтому не только сами мобильные телефоны, но и любые гаджеты лучше оставить за дверью аудитории. А с собой взять только паспорт и ручку. Прогресс не стоит на месте. В ряде стран уже запрещены часы вообще наручные для проноса аудитории, для использования в ходе централизованного тестирования. Пока такой жесткой нормы в нашем законодательстве не имеется, и на заседании республиканской комиссии на это обращалось внимание, рекомендовано наручные часы оставлять до входа в аудиторию. У каждой аудитории есть на стене часы, которые с большим циферблатом и позволяют даже с самой последней парты четко видеть, как идет время. Не меньше внимания уделено и подготовке тех людей, кто будет сопровождать абитуриентов во время тестирования. Это педагоги Гродничины, которые прошли соответствующую подготовку и инструктаж. Есть и свои нюансы. При проведении централизованного тестирования мы рассматриваем каждую кандидатуру педагогов, потому что это связано и с особенностями проведения математик в аудитории, где проводится ЦТ по математике, присутствовать не может. Там может присутствовать любой другой педагог. Мы смотрим, чтобы и физически крепкие были учителя, потому что тест по математике, например, пишется не один час, и человек, условия таковы, что он там же не приходит посидеть, он определенные функции выполняет, должен все время, извините, находиться на ногах. Кроме того, Комитет государственного контроля Гродненской области напоминает, что, как в предыдущие годы, работает горячая линия, куда каждый может обратиться со своим вопросом по ходу вступительной кампании 2018 года. Как подчеркнул председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, все сделано для того, чтобы главным критерием результатов централизованного тестирования были именно знания абитуриентов. В минувшие выходные белорусские школьники расстались со своими альма-матер и получили аттестаты зрелости. Гродно тоже погрузился в праздничную атмосферу. 2200 ребятам вручили первое в их жизни свидетельство об окончании учебного заведения. Более 200 лучших выпускников города получили свои заслуженные золотые и серебряные медали на большой сцене областного драматического театра. На торжественной церемонии вручения аттестатов особого образца побывала и наша съемочная группа. Красивое платье, воздушные шары и, конечно же, красная дорожка. Именно по ней золотая медалистка Александра Емельянова войдет во взрослую жизнь. 11 счастливых лет школьной поры уже позади. В ближайшем будущем вчерашнюю школьницу ждет волнительный и ответственный этап поступления в ВУЗ. А пока здесь, под звуки праздничного оркестра, Александра позирует перед вспышками фотокамер, ведь это день и эти эмоции не повторятся уже никогда. Это гордость, гордое звание носить эту медаль. У меня родители тоже с золотой медалью, то есть я должна соответствовать имиджу семьи. Иногда школа заставляла меня учиться очень долго, сидела я и ночами учила. А так, в общем и целом, я очень рада, что я училась во второй гимназии, что я через все это прошла, и мне очень было приятно там учиться, там очень хорошие учителя, хорошие у меня одноклассники. По красной дорожке под аплодисменты присутствующих и звуки оркестровых фанфар прошло 224 выпускника Гродненских школ. Чуть позже в торжественной обстановке на сцене областного драматического театра им вручили аттестаты особого образца. Слезы счастья и радости за своих детей не смогли скрыть родители и учителя вчерашних школьников. Их участие и терпение на протяжении всех долгих учебных лет поддерживали ребят и помогали им на пути к достижению своей заветной цели. Очень долгожданные, очень волнительные, очень трогательные слезы радости и гордости за свою по-прежнему очень маленькую девочку. Все делали вместе. Сначала все было вместе, с первых буквок, с первых цифрок. Ну а потом сама. Все сама. Усердие, усердие, труды, работа над собой. Работа всегда, всегда работа. Всего в этом году со школьной скамьей попрощалось 2200 гродненских девушек и юношей. Многие из них вернутся сюда еще не раз. Кто-то приведет в первый класс своего ребенка, кто-то вернется в родные опенаты в качестве молодого специалиста, но посидеть за партой, написать контрольную или красивым почерком вывести на доске привычное сочетание «классная работа» им уже не удастся. Сегодня выпускники, родители и, конечно же, учителя получают не только самые искренние поздравления, но и слова глубокой благодарности. Мы гордимся ими. Мы говорим спасибо их родителям. Мы говорим им спасибо их преподавателям. Говорим всем, кто им помогал в этой жизни получить первую такую награду в жизни. Мы гордимся, что вот эта армия вольется в наши вузы, в наши колледжи, в наши училища, которые пополнят в дальнейшем тот потенциал рабочей силы, который необходим сегодня для города. Разделить торжественность момента и поздравить самых одаренных и целеустремленных выпускников пришли представители администрации города и области, а также ректоры гродненских университетов. Они поблагодарили ребят за достойный пример и отметили, что именно медалисты являются золотым резервом кадрового потенциала нашей страны. Нужно сделать правильный выбор, ну, естественно, сдать все, значит, эти вот тесты и сделать правильный выбор, чтобы потом всю жизнь не мучиться, что эта профессия не моя, и чтобы родители были удовлетворены этим выбором, и чтобы сам ребенок был именно доволен и комфортно себя ощущал в той профессии, которую он избрал. Вот я души желаю всем детям и родителям, чтобы этот консенсус, этот правильный выбор совместно был найден, ну, и успешного поступления, успешного решения всех поставленных задач. Такие желанные и заслуженные аттестаты уже на руках. Шумные веселые выпускные отгремели и превратились в приятные воспоминания. Началась пора централизованного тестирования, и пусть ЦТ, как и золотые медали, дадут яркий, успешный старт к началу взрослой жизни гродненских выпускников и впишет их имена в ряды лучших студентов нашей страны. Алла Внучку, Олеся Матвиенок, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. В текущем году на Гродничне из-за детской шалости с огнем уже произошло 6 пожаров. К счастью, обошлось без жертв, но финал таких ЧП может быть очень трагичным. Особенно, когда речь идет о возгорании в лесу или в поле. Как, например, в случае с пожаром в поле по улице Лапенковской, который произошел в Гродно 10 июня. Тревожный звонок на Центр оперативного управления поступил примерно в 2 часа дня. Из-за детской шалости горела скирда соломы в рулонах загрузкой 40 тонн. И только благодаря грамотным действиям спасателей обошлось без человеческих жертв. В ходе проведения проверки было установлено, что уничтожено 26 тонн соломы. 14 тонн соломы удалось спасти. Виновниками возникновения пожара стали дети 11, 13 и 16 лет. Они, данные дети проживали на Девятовке, преодолели расстояние более 3 километров и пришли поиграться на скирд соломы. Юным поджигателям теперь грозит постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителям придется заплатить внушительный штраф, а также возместить хозяйству нанесенный ущерб. Спасатели напоминают, во всей Гродненской области из-за высоких рисков возникновения пожаров введен запрет на посещение лесов. За нарушение запрета уже штрафованы 18 человек. Прямые телефонные линии провел председатель Гродненского городского совета депутатов Борис Федоров. Практика проведения такого взаимодействия власти и населения хорошо себя зарекомендовала и помогла многим горожанам решить свои проблемные вопросы. Специалисты отмечают сезонный характер обращений. Так, к примеру, весной горожан преимущественно беспокоят состояние дорог и благоустройство придомовых территорий. Зимой и осенью работа служб жилищно-коммунального хозяйства, состояние и обслуживание зданий и сооружений, правильность расчетов за проведенные работы и строительство. Летом же количество обращений граждан традиционно снижается. Пора отдыха, отпусков, дач, вопросы дачного транспорта, это уже ушло, это начало дачного сезона, ну а сейчас, конечно, интенсивность звонков упала. У людей немножко другие проблемы, другие задачи, да и, собственно, проблем в городе летом, как правило, меньше. Спортивный азарт, волнение и атмосфера здоровой конкуренции. В Гродно состоялся ежегодный благотворительный турнир по большому теннису «Дружная семья». 20 семейных команд сразились за звание сильнейшей на кортах Гродненской детско-юношеской школы тенниса. Чем запомнился турнир и что, помимо желания завладеть кубком, мотивировало спортсменов-любителей, узнавала Олеся Матвеенок. Тимур Горбацевич – будущая звезда большого тенниса. Он один из десяти лучших спортсменов страны в своей возрастной категории. Выпускник Гродненской теннисной школы сейчас оттачивает свое спортивное мастерство в столице. Символично, что в год Малой Родины Тимур вернулся на родную Гродненскую землю ради участия в благотворительном турнире. Здесь, на знакомых ему кортах, не без ностальгии, парень вспоминает, как начинался его спортивный путь. Четыре года папа купил мне ракетку, и мы играли в стеночку дома. Потом я попросил его отдать мне в теннисную секцию, и я пошел. Занимался в Гродно шесть лет, потом переехал в Минск, и сейчас занимаюсь там. Тимур и его папа – одна из 20 семейных команд, которые собрались на кортах не только ради борьбы за почетное первое место, но и ради возможности принять непосредственное участие в судьбе подопечных Гродненского детского хосписа. Членские взносы за участие в турнире будут направлены ребятам, которые всеми силами борются с тяжелыми, порой неизлечимыми заболеваниями. В Гродненском детском хосписе дети страдают тяжелыми формами заболеваний, но вот каждая помощь, которая приходит нам от доброжелателей и в виде благотворительных взносов, все это помогает закупать лекарства, медицинские препараты, медоборудование, которое так необходимо больным детям. То есть это общая забота, общая помощь всего общества, в данном случае спортсменов-любителей. Парный благотворительный турнир по большому теннису «Дружная семья» проходит уже пятый год подряд. Его история началась в 2014-м и с каждым годом соревнования привлекают все больше игроков. Есть и те, для кого участие в турнире стало не только спортивной, но и доброй семейной традицией. Мы уже участвуем три года, каждый год в этом турнире, три года уже участвуем. И я хочу сказать, что это действительно очень замечательно. Замечательно то, что мы можем не только находиться со своими детьми, а и помогать другим детям. Стараемся хоть как-то привлечь внимание других людей, что есть вообще такая проблема, что есть такие детки, что эти детки нуждаются в помощи. И, наверное, вот этот турнир, он будет очень показательный для многих людей, чтобы не забывали, что кроме каких-то своих трудностей и проблем, в жизни есть еще гораздо сложнее проблемы. Все юные спортсмены, а они и составляют основу команды – воспитанники Гродненской детско-юношеской школы тенниса. Здесь, на кортах, они играют в паре со своими родителями, проявляя недетский характер и волю к победе. На каждой паре большая ответственность. Нужно отстоять не только свое имя, но и честь всей семьи. И здесь основная нагрузка ложится непосредственно на плечи юных теннисистов. Всегда родители смотрят, как играют их дети, стараются что-то подсказать. Почему ты сделал не так, надо, может быть, сделать что-то по-другому. А здесь родители сами в одной команде, в одной связке со своим ребенком, и друг за другом чувствуют ответственность. И не только надо уже подсказать, но уже нужно и самому что-то играть. И у нас здесь, получается, в основном родители играют обычно хуже, чем дети. И дети, получается, ведущие, и они уже чувствуют ответственность и за себя, и уже за своего папу или маму. Сегодня большой теннис – один из самых популярных видов спорта в Беларуси. Несмотря на острую нехватку в нашем городе крытого теннисного корта, где спортсмены могли бы заниматься и в холодное время года, гродненцы тоже большие любители этой игры. Местная детско-юношеская школа тенниса сегодня насчитывает более 150 подопечных. По ее окончании самые перспективные спортсмены уезжают в столицу, где продолжают тренировки на более высоком уровне. На протяжении последних двух лет школа имеет хороший результат. У нас подготовлен мастер спорта Республики Беларусь по теннису. Это Маркевич и Екатерина. Также подготовлены кандидаты в мастера спорта. И в среднем выполнены более 50 разрядов массовых. Школа готовит до определенного уровня. Дальнейшая судьба детей проходит по следующей схеме. Мы передаем их в высшее звено подготовки. Высшим звеном для них является Республиканский центр олимпийской подготовки или Академия тенниса нынче, или городской центр олимпийской подготовки в городе Минске. Большинство учащихся теннисной школы мечтают стать олимпийскими чемпионами. Покоряться ли ребятам заветные спортивные вершины, покажет время. А пока здесь, на турнире, победу празднуют семьи Гайдукевичей и Чивелей. Остальные участники не в обиде. Благотворительный турнир и задумывался для того, чтобы совершить доброе дело общими усилиями воспитанников Гродненской школы тенниса. Ведь они и есть одна большая дружная семья. Олеся Матвиенок, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. В рамках недавнего фестиваля национальных культур город принимал также девятый художественный пленэр Гродно-дорог в Скрыжеване. Его результатом стало по летнему красочное собрание порядка сотни свежих работ десяти мастеров кисти из Белоруссии и ближнего зарубежья. В течение десяти дней они вдохновенно творили в каролинском фольварке Тизенгауза, вдохновляясь Гродно и его окрестностями. Во всем богатстве стилей и техник теперь картины можно увидеть в Гродненском выставочном зале. Они становились прямо на улицах нашего города, на Карломарца, на Кирова, возле драмтеатра с видом на мост. И с удовольствием подходили к ним жители нашего города и интересовались работой. Многие приехали первый раз. Их очень впечатлил Гродно своим уютом, стариной, зеленью, цветами. И это действительно они уехали с таким впечатлением. Прямо со слезами на глазах покидали наш город, Каролинский фольварок, с надеждой, что они вернутся к нам на десятый наш пленэр Гродно-Тороскорожевание. В рамках пленэра участники посетили архитектурные жемчужины города над Неманом и мастерские лучших художников Гродно. Виктория Ильиной, Юрия Яковенко, Владимира Пантелеева, Сергея Гриневича. Результат девятого художественного пленэра получил самую высокую оценку первых зрителей. Увидеть экспозицию можно до 3 июля включительно. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Хорошая новость для тех, кто любит музыку. В приложении МТС Мьюзик вы можете слушать музыку онлайн, но не тратить на это мегабайты. Интернет-трафик в приложении бесплатен. 20 миллионов композиций, новинки и хиты всегда будут с вами. Попробуйте первые 30 дней, сервис бесплатен для пользователей. Заходите на сайт music.mts.by, чтобы узнать подробности и скачать приложение. Также вам расскажут про сервис МТС Мьюзик в ближайшем салоне МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова